Итак, ключевая ставка, как и предупреждали эксперты, снова повышена, причем сразу до 15%. Набиулина объяснила такое свое решение, цитирую, значительным усилением инфляционного давления. Прогноз инфляции теперь, как опять-таки говорили наши эксперты, у них, у Набиулины, 7-7,5%, а цель на следующий год 4%. Ошиблись они в прогнозах, инфляция больше, да больше она будет, я предполагаю, чем 7,5%. Некоторые говорят, до 40% инфляции дойдет в этом году. Ну, это крайняя точка зрения, уже отчаянник какой-то. Ведомство Набиулины снова демонстрирует, так сказать, свою приверженность жесткой монетарной политике. Эпоха высоких ставок всерьез и надолго. Это значит, что все те кредиты, которые любой из нас захочет взять, если захочет, а при такой-то ставке в банке, они будут еще выше, чем 15%. Потому что ключевая ставка 15%. Банк дает деньги под 15% другим банкам, а они их дают под 20%, 25%, 30%. Ну, вот нам говорят, что в Казахстане 16%, при этом лучше, конечно, ориентироваться и на Казахстан, там все непросто, а на ЕС. А в ЕС ключевая ставка. Сколько? Чуть более 4%, 4,5%. В Америке 5,5%. Да, этого не хватает, чтобы обуздать инфляцию. Но в условиях трансформации мировой экономики, естественно, важнее сохранить макроэкономическую стабильность. Ну, хорошо, это они. А вот у нас повышение ставки для каждого россиянина означает, что сверстанный с немалым трудом проект бюджета на этот год, нам еще жить в ноябре-декабре, рушится. И он потянет за собой другие госпрограммы, другие национальные проекты. То есть, цены будут только расти, реальная инфляция поднимется от того, что сейчас есть, внимание, от того, от уровня сегодняшнего, еще в среднем на 2,5%, ну, при 15%. Будет ограничен потребительский спрос, как альтернатива банковским инвестициям. То есть, мы будем меньше покупать, питаться от леса, от реки, от охоты. Самое страшное, что при 15% дополнительные расходы бюджет, дополнительные запросы бюджета увеличиваются на 800 миллиардов, а может быть и до триллиона рублей. Сделки на рынке вторичной недвижимости, ставки на которым уже около 20%, резко сократятся. Более того, под угрозой обрушения будет находиться рынок ипотечного кредитования. Это общеизвестный факт. Зачастую сделки на нем направлены на улучшение жилищных условий с продажей прежнего жилья на вторичном рынке. Но вторичный рынок снова встанет. То есть, давайте говорить правду. По сути, решение Центрального банка – это умножение на ноль тех мер, которые предпринял Путин, обязав экспортеров продавать валюту. После резкого снижения доллара до 22 рублей уже к концу дня национальная валюта растеряла весь свой рост. Главным фактором становится недоверие к предпринимаемым мерам борьбы с инфляцией. Рубль продолжает падать, так как никто, подчеркиваю, никто из экспортеров после повышения ставки на международной валютной бирже с продажей не вышел. А зачем? Если УЦБ... Зачем что-то делать, если УЦБ есть желание повысить ставку? Ну и в итоге, фактически, у нас начинается мобилизационная... Продолжается мобилизационная экономика, только в ее худшем варианте. Цены, еще раз, еще раз, еще раз... Цены будут только расти вверх, поэтому я призываю своих зрителей, у кого есть возможность. Но есть же товары, которые не портятся. Спички, например, они тоже могут подорожать. К сожалению, все прогнозы подорожания и мяса, и свинины, и курицы, и так далее, и так далее, все это подтверждается. Все, о чем говорит у нас Василий Мельниченко, наш обозреватель. Аграрных вопросов, аграрных проблем, да другие эксперты. Все подтвердилось. Почти нигде мы не ошиблись. Вот и сейчас я еще раз говорю, у кого есть лишние деньги, вложите их в те продукты, которые можно заморозить и держать в холодильниках. Ты понимаешь, что эта энергия тоже дорогая, но все равно мразилка-то будет работать. Но хоть так можно какую-то копеечку сберечь. Еще раз, в пятый раз, цены будут только расти. Продолжение следует...